Он прям течет, видно. Эту зловонную и, похоже, опасную речку, ярко-оранжевую оттенку, обнаружили студенты Ижевского вуза совершенно случайно. На территории бывшей военной части в деревне Березки они забрели в поисках живописного места для фото, но вместо снимков природы вернулись с жуткими кадрами. Скорее всего, из соседнего завода как-то под землей или еще где-то стекали отходы. И когда бункер переполнялся, там есть еще одна труба, то после определенной отметки, как он переполнился, это все сливалось сначала в ручеек, этот ручеек переходил в речку, речка такая в болотце. Сегодня бункер, из которого сливались отходы в лес, на замке, а русло, по которому бежала химическая речка, сравняли с землей. Данил считает это виновники происшествия. Работники частного промышленного производства заметают следы, ведь поднялась шумиха. Молодой человек написал письма в экологические инстанции, осматривал лес с местными лесниками, которые к тому же вдоль речки обнаружили мертвые деревья. Что произошло здесь, сейчас выясняют специалисты разных служб. Емкость, в которую якобы сливали отходы производства, тоже была, видать, по всей видимости откачана, но наши специалисты все равно осуществили забор из емкости. То есть лаборатория, сейчас все находится на лабораторном исследовании. Есть предположение, что гальванического производства. Если предположение подтвердится, руководство предприятия ответит по полной, пообещал министр природных ресурсов. Вердикт ждет и Данил. Несколько лет он жил в Петербурге, работал волонтером, чистил от мусора леса берег Финского залива. Поэтому, говорит, намерен добиваться ликвидации ЧП. И в этом его готовы поддержать общественники. Результаты анализов будут готовы к началу сентября, говорят экологи. Сейчас ведется административное расследование.